Особое внимание органов государственной власти к строительству и ремонту дошкольных учреждений образования дает свои прекрасные плоды. Дефицит мест в славянских детских садах остался в прошлом, и это, конечно, радует всех – родителей и воспитателей. Первый детский сад – один из старейших в нашем городе, но его почтенный возраст вовсе не означает несоответствие современным требованиям. Благодаря постоянным вложениям по госпрограммам, выглядит он свежо и красиво. После того, как заработал новый корпус, рассчитанный на три группы, здесь оставалось старое здание, которое нуждалось в обновлении. И вот капитальный ремонт его закончен, и состоялось торжественное открытие. Глава славянского района Роман Сенеговский приехал сюда, чтобы разделить эту радость со всеми собравшимися. За 10 лет, я вот так подумал, мы много садов построили, много групп открыли. И, наверное, вот один из последних магикан, который мы должны были завершить – это первый детский сад, вот именно основное здание. Это, наверное, самый старый наш садик, да, которому уже много-много лет. И вот, как я всегда говорю, спасибо тому, кто нам деньги выделил, спасибо губернатору Кубани Виновичу Кондратьеву. Да, главное, с душой построены объекты, все новые группы. Детки туда пойдут. Всех с праздником удачи и всего самого доброго. Заведующая детским садом номер один Яна Артюхина поблагодарила всех, а прежде всего это представители власти, муниципалитета и Краснодарского края, за деятельное участие в большом и важном деле. Нашему детскому саду любимому очень много-много лет. И хочу отметить, что за последние 10 лет детский сад совершил квантовый скачок в своем развитии. Так, например, в 2014 году было реконструировано здание «Филиалс», медицинский блок, проведено благоустройство территории. В 2020 году выполнено строительство нового здания с пищеблоком и прачечной. Очень много сделано. А сегодня мы с вами отмечаем долгожданнейшее событие. Ремонтировано новое здание, уникальное здание. Я благодарю еще раз главу за то, что он помогает реализовывать идеи, результаты, эффективнейшие дела. Низкий вам поклон, что вы занимаетесь важным, нужным делом. И вот наступает самый торжественный момент праздника – перерезание красной ленты. Затем глава Славянского района, председатель районного совета и все приглашенные осматривают отремонтированный корпус, удобный, красивый, с хорошей современной мебелью и всем необходимым для комфортного размещения детей. Детвора читает стихи гостям праздника. Будем и лепить, читать будем, бить и танцевать. Ведь у нас что детям нужно, чтобы все играть дружно? Взрослым скажем всем спасибо за подарок детворе. В новом доме так красиво и внутри его дворе. Детский сад был отремонтирован по федеральной программе развития образования. Из краевого и муниципального бюджетов выделено около 29 миллионов рублей. Здесь создано 40 новых мест для детей ясельного возраста. В рамках ремонта были заменены кровля, системы водоснабжения и канализации, сделаны внутренняя отделка помещения, облицовка здания, благоустройство территории, установлены ливневки и уложена плитка. Для родителей малышей ввод в действие корпуса дает уверенность, что с детьми все будет очень хорошо. Они благодарны всем, кто помог осуществить капремонт. И, конечно, сравнить есть с чем родителям. Говорят, что это очень замечательный садик, интерактивный садик, очень современный. Мебель, материалы, все очень качественно. И мы очень рады, конечно, родителям, что наши детки будут ходить в этот садик. Тем более этот садик с историей, с большой. И мы очень рады, все родители рады. И плюс мы очень благодарны и администрации за доступную среду, который, это очень такой вопрос, да, что здесь доступная среда. И детки с особенностями могут тоже посещать этот садик. И это очень замечательно. Итак, мечта превратилась в реальность. Воспитанники детского сада с охотой приходят сюда, потому что они окружены здесь заботой и вниманием. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».